Всем привет, с вами Дарк. И короче, этот, как бы, платить и покупать игры, короче. Покупать игры, да? Из другого региона, типа, вот. Из других регионов игры покупать. Из России, которая в России не поступает в стиме, да? Как бы, выгоды вообще нету, блядь. Лучше деньги всегда кидать через Пэлбери, вот. Либо через Киви кошелёк, вот, кидать. Ну, лучше через Пэлбери, я считаю, кидать деньги на Киви кошелёк, да. Через Пэлбери, вот. По сути... Игры сейчас покупаю. We are all the result of the choices we've made. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have been. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up. Я считаю, что, типа, покупать игры смысла нет в других регионах. Во-первых, вот, например, я проверить решил, короче, с этот... Проверить, короче. Вот, короче. Захожу сюда, ну, единственное, вот, я знаю, через чё можно купить, это через это. Захожу сюда, вот. Типа, беру Doom Eternal. Ну, хотел вот купить Doom Eternal, простой. Он, типа, 300 рублей стоит, 380. Я покупаю, у меня, типа, пишут, что недостаточно средств на карте. Как это, блядь, если достаточно средств на карте? Через это он вообще, вот, через эту хуйню не покупает, как бы, игру. Вот через эту хуйню. Вот через это, если везти из России, вообще через это, вот, иенота. Иенот, ио, какое-то хуя, ио. Если выбрать вот здесь карту российскую, то, типа, видите, цена растёт. Вот, Doom Eternal вырастает на 500 рублей, хотя она изначально стоит 300, самое-то удивительное. Поэтому у меня на карте, как бы, денег-то не хватает, чтобы его купить. А, ну, в принципе, за 500 рублей покупать. А с какого хуя цена-то растёт? Соответственно, если покупать... А, вот, давайте возьмём Нир Автомата. А вот, Нир Автомата возьмём. То, соответственно, это ещё, значит, больше цена будет. Но это же пиздец, нахуй. Это выходит, смотрите, какая цена-то будет. Вот, например, ну, давайте вот Секиро Шайдов Дайдвайс, например, возьмём. Через это, короче, хуя плачешь через Россию, я не знаю почему. Я даже не вижу, где тут Steam, чтобы был. Ну, не важно, возьмём, например, подарок Steam, потому что ключ, это, конечно, охуенно. Ключ ввести, чем тебе, блядь, покупать аккаунт или... Тут ключ только не напишем, но что на Steam, ну, давайте попробуем Steam ввести, Steam. Наверное, вообще нихуя тогда не выдаст. Потому что мне нужен ключ. Да, вообще ничего не выдаётся, если я даже добавляю Steam, например. Ну, давайте вот просто-таки напишем без Steam. И только есть вот эти два. Ски за 800, и чё это ты за ключ покупаешь? Может, он, блядь, в Steam-то и не подойдёт. Давайте нажмём на приставку тогда Steam. Воу. А игра вот эта мне нужна. Опа. И сюда же выкидывать на это окно. Что ты тут покупаешь? В общем, неважно. Вот 1800, а через эту хуйню вообще не оплачивается. Вот через эту вот хуйню вообще не выплатить. А через русские карты можете оплатить. Через Киви, естественно, тоже можете оплатить. Но надо на деньги и муторно через Киви оплачивать. Вот. Соответственно, если вы оплачиваете через Россию, у вас цена будет, опачки, ещё больше. Видите? Ещё на рублей до 200 накидывают. Нихуя себе. По какой-то причине. То есть вы купите. И это ещё при чём. Игра старая, блядь. Или тут... И покупать её, ну... Нет, надо в Steam её покупать, на компьютер. А тут хуй знает. Активируется этот ключ или нет. Тоже нихуя непонятно. Причём цены растут. Вы, как видите, в 5 раз. Киви там и так комиссия. И, соответственно, вы ещё больше денег заплатите. Которые не выходят в регионе. Я не вижу смысла вообще игры покупать. Которые не выходят в русском регионе. Да, как-то так, пожалуй. Смысла я не вижу игры покупать. Вот. Вот такие вот дела. Почему она не покупая, не купилась у меня и не пришёл в Дума и Тёрнл? Ну, Дума и Тёрнл за 500 рублей можно купить. Как-нибудь проверю, блядь. Вот. Как ключи вставлять. Потому что в Дума и Тёрнл там чисто ключ продают. Для Steam'а это круто. Ну, почему он стоит 500 рублей? Это не круто. Цена возрастает. Типа, тут-то пишут. Оптимальная цена 300 рублей 89 рублей. Ну, когда ты начинаешь покупать, она, блядь, возрастает неоднократно. Вот, смотрите. Купить. Через эту хуйню напрямую ты не купишь. Через Enot. Вот этот ёбаный Enot. Пишет, что это недостаточно. Только если ты русскую карту выберешь. Вот. Либо вот так вот. Ну, цена вырастет. Вот настолько, блядь. Как видите. Вот. Либо через киви ебанёшь. Либо... Как покупать через... Хы. Пелбери, я не знаю. Ммм. Дыик. А, давайте. А, так, наверное, просто-просто. Входите на пыл. Типа. Оплачивайте через систему Пелбери. А, всё просто. А, давайте посмотрим, сколько через Пелбери, кстати, комиссия будет. Ой, и чё-то вот, видите, ещё есть тупит хуйня. Алло, блядь. Давайте тогда... Хотя, видите, цена изначально 300 рублей стоит игры. Я и думаю, ну, надо, блядь, купить. Заодно проверить, как активируется через ключи, через другие регионы. Типа, подарка, блядь. Типа, так можно это назвать. Я тут... Я... Я давно этой хуёй не страдал. И правильно, нахуй, между прочим. Нихуя мы переплачиваем там рублей 200, блядь, цена. Сколько? То, а на 200 с лишним поднимается цена, плюс... Что с... С какого-то хуя комиссия берётся. За что, блядь? Хотя изначально притягивают ценой 309 рублей. Нихуя себе. Ебут деньги все отовсюду, как говорится. Вот. Давайте попробуем заплатить Пелбери. Тут была Пелбери. Пелберюшка тут была ещё. А, тут нету Пелбери, блядь. Вот такие вот дела, блядь. Ну, вы можете русской картой оплатить. Она оплачивается. Меня Сбербанк там посылал оплату. Как бы, вот. Можете русской картой оплатить. Вот через такую хуйню. Вот здесь, естественно, карту вашу вводите. Поплатить нажимаете. И дальше карта появляется. То есть, такие операции поддерживаются визе, мастер-карт. Вот эта вот операция поддерживается. Она оплачивается. Но игра-то, блядь, видите, возрастает ценник, блядь. И я сейчас что-то этот, как бы, на Киеве, он... У меня на Сбербанке было сколько там? На Сбербанке было у меня... На Сбере было... 511 рублей. Естественно, я поэтому и не мог купить. Я просто охуел. Я же покупал за 300, у меня не проходит оплата. Я думаю, что за хуйня? Она возрастает в цене почему-то. Вот. И на Киеве, соответственно, я с банка... Сбербанковской карты кидал. У меня этот... 400 рублей, и было 511, как бы. У меня почему-то 77 на карте осталось всего. На Сбербанковской. Тоже непонятно. Я просто перечислил деньги на Киеве, ну... Вот. В кошелек Киеве просто... Вот. Перевел. И как бы на карте Сбербанка осталось всего лишь... 77 рублей. С какого-то хуя. Непонятно. Непонятно. По какой причине. Типа, ну... Если мы читаем на канкуляторе... Вот. 500... Сколько? 511. Минус. Я перевожу на Киеве 400 рублей. Остается... 111 рублей. А у меня осталось 77 рублей. С какого-то хуя на Сбербанковской карте. Так что... Вот. Совету лучше... Стим кидать через это. Там комиссия, ну там с карты берут. Ну там 9 комиссий. Какую пишут, такую берут. А с Киевей, ну как бы... Очень дорого. Вот. Поэтому... Невыгодные игры из России покупать из других регионов.